Три, два, один... Здравствуйте, здравствуйте, молодцы! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие и не очень дорогие друзья, и не совсем друзья! С вами канал Героя Метагейминга! И сегодня мы с этими обезьянами играем не в ДНД, на секундочку, мы играем настольную ролевую игру, основанную на настольной ролевой игре сыщик, по механике сыщика, называть она КТУ. А конкретно эта игра называется Ужас Кингсбери. Суть игры в механике будет немного отличаться, я буду объяснить по ходу событий, если что, будет непонятно. И действие у нас происходит в Америке, в штате Кливленд, штата Гайя, в городе Кливленд, штата Гайя. 1938 год на дворе, чуть позже я объясню, что именно происходит, в чем суть события. Да, сейчас мы пока представим наших товарищей, я сказал про гост, чтобы вы понимали весь антураж, почему они в потяжках, и ребята выглядят как дешевые проститутки, да? Кроме Ромба! Кроме, да, кроме я. Он дорогая проститутка. Элитная. Давайте, пожалуйста, с людьми проститутки начнем. Представьте, пожалуйста, друг мой. Добрый день. Добрый день. Меня зовут... Ромбу. По поведению стил. Я даже записывать это не буду. Я... Уже Военный в отставке, Который подрабатывает Иногда Всякими Сычеческими делами. Сыч. Сыч. Сычую. Иногда продаю Всякие Золото, бриллианты, Которые я Технично Скоммуниздил Во время боевых действий. Чисто сыч. Да, мне сейчас 41 год. И... Я узнаю, что Мой младшенький братик, Моя маленькая пусечка Кровиночка Погибла. Из некролога. Я В попытках узнать, что же случилось Приезжаю в то место, Где он Осел И начинаю Сое расследование. Я Мой мотив Мстя и долг Род занятий Офицер Спецназа В отставке. Ну, поэтому Я так и вбежу. Видимо, дезеркировал. Спецназа Прямо вреда События У меня братик умер Сразу Я хоп Одел Там вот это Ромбо И иду промерять Ромбо Ну, поэтому Зовут Ромбо Ты поспоришь Ромбо Не на кассе Я полагал таким Под глазами Во время Во время Распределения Характеристик Это не надо Я Атлет, короче. Атлет и стрелок Все. Все, что мне нужно знать Класс. Здравствуйте, Ромбо Ромбо Хорошо, следующий Пабло У Пабло Пабло зовут Виктор Васкес Я Профессор Был, вернее, профессором Сейчас я бомж Я Изначально я Эмигрант Не бомж, а хобо В этом городе Все бомжи Называется хобо Хобо Бомж Хобо Бомж я Вот Я эмигрант Из Аргентины Поэтому я немножко Говорю Пабло Эспаньол Ун Поко Вот Мной В общем, я раньше был Профессором Работал в университете Стало немножко Скучновато Я решил заняться Я профессор истории Решил заняться Исследованиями Поиском Чего-то необычного Артефактов Просрал все деньги И стал бомжом Жил я в Детройте Поэтому я уехал Из Детройта Стесняясь Показаться Всем своим Старым знакомым На глаза До чего я докатился Поэтому сейчас Я уже полгода Нахожусь В городе Кливленд Вот У меня есть Незаконно рожденный Сын от студентки Я с ним общаюсь По переписке Я его ни разу Не видел И когда я начал Свои приключения У меня был Компаньон Из России Антон Вот Поэтому сейчас Я тусю В Кливленде Надеюсь он не палатин Палатин Антон Здравствуйте Как вас там мать Виктор Мне напоминает Тебе труп невесты Я напоминаю Тебе труп невесты Это просто Ты сам и говоришь Это склило Как-то Ты конечно не очень Сегодня выгляжу Но не так Ладно Следующий Александр Ну я буду читать Извините Я не подготовилась Я не заучила Свой текст Меня зовут Алекс Адра Когда-то у меня было Все Семья Муж И двое детей Деньги И собака По кличке Морис Я работала фотографом-криминалистом Муж был сотрудником полиции Он высреживал Какую-то преступную организацию Подобрался слишком близко К ним 12 декабря 1925 года Ночью шут сильный лень Фонари ели освещая дорогу Я возвращалась домой После очередного Подъехав к дому В котором горел свет Я заметила какую-то тень На втором этаже Но не придала этому значения Так как дети и муж Уже должны были быть дома Но когда я зашла внутрь Я почувствовала легкий холод Очень неприятное чувство Как будто бы в доме Все замерло Ни единого звука Сплошно лежал На кухне я обнаружила Тело мужа В ладонях буртыр Словно его распяли Через секунду Я начала проваливаться В отеку Я очнулась только Через 4 часа Между прочим Вы спунули Ну после его забота Короткий отдых Я вызвала полицию Но не было никаких следов И это дело быстро замяли Поэтому я больше не могла работать В полиции Я стала частным сыщиком И я стараюсь Ааа У меня же пропад Пора полететь Такая девочка Дети пропали Нааа Собачку особо Ах да Я забыла Я забыла Я забыла писать Да Дети пропали Паспорт за мной писать Я ищу А сколько их было? Два Детей Я ищу их И мщу Мщу за смерть Своего мужа А не иските Мужа звали Сэм Детей Если кому интересно Звали Думала именно Эми и Том Про фамилию Твоего мужа Пока промолчим Адра Адра Сам Адра Александра Сам Адра Сам ты Адра Принц А мне 34 года Конечно Мне не скажешь Но Хотелось бы дать больше Да Ну здравствуй Адра Адра Окей Следующий Денис Да Меня зовут Саймон Бердбридж Я Парапсихолог Интеллигент Как любой Интеллигент Немного Наркоман Весь Такой Погруженный В светскую Богему Баловин Судьбы Развлекаю Скучающую Публику Которая Может заплатить Всевозможные Оккультными Изысканиями Но В какой-то Момент Я понял Для себя Что Все это Очень поверхностно И во многом Надуманно Поэтому Меня стало Тянуть Какому-то Более Настоящему Мистицизму И соответственно Вот Вся моя Скучная Размеренная Жизнь Сейчас Идет Идет Иное Русло Предвкушаем Вот Мне соответственно 3-4 года Я Большой Знаток И любитель Искусства Вот И как большой Знаток Искусства Не очень Люблю Получать По лицу Поэтому Поцепичен Половина Нашей команды Короче Ну Гарри Будет Зай Попад Здравствуй Саймон Здрасьте Саймон 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 Говорит Саймон Говорит Алекс Саймон Рэм Ром Я запомню Рома Как фигура Как Рома Рома Как Рома Саймон Ну окей Думаю мы готовы начать Так Нет Готовы ДА КОБИНАТ Желаю вам сегодня откатать достойно Чтобы он пошел Искать детей И собаку И нового мужа И нового мужа Кстати ничего про собаку Ты не рассказала Она жива Собака со мной Зрители такие и сидят Блин что ж собака Интересно такая Как же собака Собака то что она в порядке Собака жива Влетаем в это приключение Желаю вам отыграть достойно Как настоящие самураи И потребует с вами силы Хо Хо Хаджиме Хаджиме На дворе Помню На дворе трава На дворе трава Хи 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 Тысяча девятьсот Тридцать мать его восьмой год А где slit И� Вот вам карта Кливлендер, по секундочку, есть мультяшные, есть более оригинальные, я вам расскажу примерно, где что находится в этом замечательном месте. Так как с 29 года великая депрессия в Америке, безработица процветает, 80% человеков без работы находится сейчас, дела стоят очень хреново, поэтому можно так сказать, что если ты не элита, то ты клининди... хоба. Хоба! Хоба! И Кливлендер сам по себе состоит из нескольких, можно сказать так, районов. Ну, даже не районов, а скажем так, обособленных этнических мест. Этнических. В середине Кливленда протекает река. Река, которую все называют Флетс, хотя это не специальное название. Потерфлэкс, потому что она сама по себе находится... Вот. Вот. Что? Это все, река. Вот. А, вот. Куахога. Куахога, да, называется она Куахога. И она... По берегам реки находятся заводы, в основном. Заводы, которые еще способны функционировать, там способны работать, у них работают какие-то рабочие. Но, опять же таки, так как безработица большая, поэтому рабочих там немного, и некому убирать мусор из завода, поэтому весь мусор скидывается на эту реку. Поэтому там полнейший срач вдоль реки, и там проживает огромное количество хоба, поэтому по всему руслу реки расположены палатки, коробки из-под холодильника и вообще говно, в котором живут куча-куча хоботей этих всех. Не далеко от центрального района, центральный район находится у вас вот, обозначенными рисунками, у вас вот здесь вот центральный район, вот здесь. А, вот это все центральный район? Да. Ну, в моем случае, что вот это центральный. Да. В центре справа, можно сейчас посмотреть на карту, справа от реки находится район, называющийся Ревущий Третий. Он называется так официально. И там находится самый коррумпированный в городе и вообще, можно сказать, в стране участок полиции. Ну и плюс там находятся всякие клубы, всякие развлекательные учреждения, которые могли быть в то время. Ну, в общем, там основная жизнь протекает. Там протекает основная жизнь. Да, да, да. Справа, ну там в правой части. Вот этот верх, да, получается, где стадион. По сути, самый центр. Да, самый центр. Он называется Ревущий Третий и там как бы находится все это говно. В общем, недалеко от центра, недалеко от этого Ревущего Третий находится участок гетто, где проживает порядка 72 тысяч чёрных ребят, потому что как бы в те времена чёрных ребят недолюбливали, у них было своё собственное гетто, они в нём, собственно, и жили, своей дружной компанией. Влево, чуть далее, буквально в самой правой части Кливленда находится богатый район. А это где? Особняки, да? Да, да, да. Особняки леса вот этого части. Он называется Шейкер Хайтс. Шейкер Хайтс. Шейкер? Шейкер Хайтс. Шейкер. Шейкер Хайтс. Шейкер. Шейкер прячется. Шейкер, шейкер. Шейкер прячется. Через весь Кливленд, буквально, проходят железные дорожные пути, которые были отстроены уже довольно таки... А вот, да, я вижу. Да. А вот Шейкер Сквер. Да. А эти железные дорожные пути были отстроены братьями, братьями Шейкер, которые в своё время выкупили эту железную дорогу у одного предпринимателя богатого и отстроили... Специально они это сделали, чтобы у них была довольно богатая семья, но потом они разорились и покончили с собой. Но они отстроили себе эту железную дорогу специально, чтобы она шла от центра и прямо к их дому в Шейкер Хайтс. Это видно. В Шейкер Хайтсах, собственно говоря, да. Дорогой. Ээээ... Идомой. Неплохо. Это историческая справка или нет? Это всё историческая. Ааа. На самом деле, вообще всё, что в этой... большая часть всего, что происходит в этой игре, она... Послована на исторических фактах, да? Это вторжение древних богов, да? Не, ну, само собой некоторые вещи притянутся за уши, но... Но... Некоторые дела, которые вы будете расследовать, они имеют место быть. Ну, в общем, начнём, пожалуй, мы... С кого бы начать? Начнём с частного сыщика. Аликс, ты сидишь сейчас, находишься сейчас у тебя дома. Свых апартаменты, где ты принимаешь, наверное, людей всё-таки. У тебя сразу там и офис, и твоё частное жилище. И... Тебя раздаётся звоном. Бзинь-бзинь. 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 А Харрооооош Дзыни! Адра Алло! Это, Алло, это, Алекс, ээээ.... Алекс, как трофе, где... Адра Александр? Адра Александро Адра Да Адра Вефу Алло, где чудо? Я вас слушаю, да? Это я Да-да, здравствуйте Вас беспокоит из офиса шерифа. Шериф хотел бы вас видеть сегодня у себя в офисе. У него к вам есть некоторое поручение. Он прослышал о вас за ваши дела, которые вы распутали. Хотел бы сказать. Хорошо. Сейчас оденусь и выбегаюсь. Да, подойдите, пожалуйста. Будем вас ждать. Как зовут шерифа? Шерифа зовут... Анна Александровна, наверное, знает, что работала. Я называю его... Мудила. Ты можешь положить трубку? Шериф уже положил трубку. Ну, я спрашиваю. Шериф зовут Мартин О'Доннов. Мартин О'Доннов. А можно этот, как всегда, Банан Билан? Ты говорил, что, уважаемый мастер, что полицейский участок находится вот в этом ревущем третьем, да? Да. Как раз, ну, основной? Да. Центральный. Спасибо. Да. Извините. Ээээ... Мартин О'Донн... Трубку... Мартин О'Донн, да? Трубку мы повесили. Угу. И... В этот момент... Ты слышишь, как тебе дверь... Стучат. Я подхожу, открываю... Смотрю глазок. Смотрю глазок, ты видишь перед собой... Опиши себя, как ты выглядишь вообще? Ээээ... Я выгляжу, как наркоман. Ахахахахаха. И у меня строга, дальше, на своем месте. И немного, как интеллигент. Ты вообще интеллигентный наркоман, перед тобой стоить. Такой как бы лист обуданный... Ну, в рыжечка. Я открываю, но не убираю сэрфи. Какой хит. Что надо? Вау. Ты прибыл сюда... Саймон, ты прибыл сюда, потому что сегодня ночью как раз таки произошло то самое случай, который ты не ожидал этого. Ты обычно в своей сеансе экозорцизма, или как это назвать, ты их проводишь просто от балды, потому что ты их придумываешь. А тут в этой ночью тебе приснился сон. И тебе приснился сон, которым на тебя больше давил. Ты не видел какие-то образы определенные, ты чувствовал какое-то определенное давление. Ты чувствовал, что что-то плохое произойдет. И единственное, что ты увидел внятное в этом сне, это как раз таки адрес вот этой вот дамочки. И, собственно, ее приблизительный образ. И поэтому когда ты проснулся, тебе возникло дикое желание, ну ты сначала ощущаешь, что тебе необходимо просто пойти в это... Это есть дамочки. Это есть дамочки. Ммм... Дамочки. Такая музыка и этот... Дамочки. И этот сэм. Нет. И все изменилось. И когда появился он, этот роковой мужчина. Саня! 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 Едет на поезде, на парамозе. Нет, вот Фордия, модель А. А, ты тоже сам на своей ночи не приедешь. Просто, ну, ты на поезде прикачаешь. Ну, хорошо. Ты въезжаешь на своем поезде. Я так прыгаю. Еще 120 км в час. Из того самого дома прямо по прямому. Ты въезжаешь в Климленд. Ты въезжаешь в Климленд, и... Куда ты, собственно, направляешься? Скажи нам. В оружие магазин. Я военный? То есть мне сообщили о том, что мой брат умер, поэтому вооружение в магазин. Ну, нужно сначала подготовиться к вот этому. Похоронам. Похоронам моих. Прийти в морг, узнать почему. Если вдруг не захочет говорить, что он мне так спит. Почему мой брат умер? Нет, сначала нужно вооружиться. Сто процентов. Спора нет, да. Нужно вооружиться. Хорошо, ты едешь. Ну, ты как бы не знаешь, Климленд. Ты не знаешь, какие здесь именно магазины есть. Тем более, где есть вооружение в магазине пока. Нет, еду пока куда-нибудь в центр, там спрошу. Хорошо. И карту куплю у кого-нибудь. Ты въезжаешь в центр, видишь, как бы, улицы серые. Я ищу эти таксофоны какие-нибудь. Таксофон? Откуда можно позвониться? Хорошо. Ну, ты видишь, как раз-таки, на углу улицы, где ты проезжаешь, стоит таксофон. Я подхожу, беру... Там стоит моя полицейская машина. И два копа с этой пончиком лежит. Какие стереотипные мышления здесь. Я планировал... Я планировал, на самом деле, это, в книжке поискать. Подхожу к ним. Так. Они стоят... Ай, бля, вчера я, короче, поймал такого. Нарковару. Пришлось отпустить правому утверждал, что он экстрасенс или типа того. Ну, я у него нашел пару копейкельков герыча после работы с другом заточили. Они смотрят на тебя, ты подходишь мне в форме. Я такой... Здравия желаю. Здравствуй. Кто это? Лейтенант. Лейтенант Ромбо. Ясно. Ребятки, подскажите, где здесь оружейный магазин? Простите. Сударь, а вам для чего, собственно, оружейный магазин? У нас, как бы, знаете, в городе мафия все дела у нас с этим строго. Я не привык без своего оружия. У меня тут просто... С собой маленький остаток моей прошлой жизни. А у вас есть разрешение на ношение? Конечно. Ну что, а покажите. Третья поправка. Такую конституцию достается. Это перерасение. Я дегенерал. Это не то виновое. Это золотая бумага. Это еще золотая мы использовали, а? Вы подорогите. Ой, да ладно, ладно. Хорошо. Тут разрешение на ношение именного оружия. У вас с собой именное оружие? Хорошо, его носите. А на ношение другого оружия у вас... Мне нужно патроны. Ага, патроны. А, ну окей, ладно. Фрэнт, подожди, я его объясню. Такой подходит, такой здоровый. А, братан, ты где служил? Флэшбэки. Вьетнам. Вьетнама еще не было в 328 году. Я кладу ему руку на плечо. И у меня в этот момент тик-так. И слезали, что-то пощипит. Я вспоминаю своих собратьев там по оружию. Ага. Ага. Вьетнам. Вон там, вот. Видишь, там написано полицейский участок. Там где вытадут патроны бесплатно. Сходи туда, друг. Сходи. Ага. Давай. Давай. Хорошо, я отхожу-подхожу к этой будке телефонной. Ты видишь, телефонная будка стоит. Открываю книгу телефонной. Там половина бумаг вырвана, половина какие-то заляпаны. Я ищу оружейный магазин. Слово оружейный ищу. Находишь оружейный магазин, который находится буквально в низких кварталах. Судя по адресу. Сажусь, фаршивый нет. Могу просто в черный район поехать. А у меня же есть пистолет. Парайзер и грандовер. Хорошо, ты подъезжаешь к оружейному магазину. Хожу-захожу. Подходишь к нему, и тут ты с тобой сталкивается плечом к плечу. Какой-то бездомный интерьер. Нет. Ты видел, побивая что-то из горкухи. Какой-то, лишь ты плечом столкнулся, что происходит. Судя по адресу, я просто проходил мимо. Не обессудьте, ничего. Пойдем, я тебе оружие куплю. Мне не надо. Я ухожу в другую сторону. А ты движешься в полицейский участок. Я прям подальше от этого убегаю. Движешься в полицейский участок в этот момент, потому что за день до этого туда увели твоего друга. Кого-нибудь. Кого у тебя там наркомана? Друга только. Друг наркоманы. Одного из четырех помощников. Ну как кого-то из моих бомжей. В этом городе у меня есть только работник ночлежки, в которой я иногда ночую. Хорошо, ты идешь его забирать оттуда. Хорошо, а я почему? Я почему? Я почему? Я сцепнул. Я максимально быстрым шагом теперь просто. Хорошо, он бегает до тебя, ты видишь. Я не бегаю. Я быстро ухожу. Ретируешься. Ты заходишь в оружейный магазин. Там стоит такой полпноватый мужчина с усиками, который протирает витрину. Поговорит, ты не поделаешь. Теперь Билан Банан. Сколько у меня денег? Я патрону. Стоит такой, знаешь, гранату тряп. Твой заработок. Твой заработок довольно велик. Ну, считай, тебе нужно припитание всех. Ну, пускай у тебя будет с собой 135 баксов. 135. Окей. Пипец. Стоит только. А. Зажитный. Военный. В общем, ты заходишь в оружейный магазин, там стоит этот чувачок с усиками такой, протирает витрину, гранаты протирает. Протирает. Чику такой. Жанет. Жанет. а дно я приборел меня зовут Анжила да сучу сильный хорь сегодня ходит но я должен же 1948 год ну хоть закон adjustments А подожди, а по паприкам? Да? Это будет нуар, говорили они, будьте серьезны, не по метагейминг Я не говорил каждую секунду, только в момент... По паприкам, по паприкам Ты хочешь, ты покупаешь в общем... Я тебе спрашиваю, сколько у меня с собой вообще... А, у тебя с собой шести зарядных бестарят много, да? Ну давай ты у тебя шесть попробуем есть с собой, чтобы не таскать с собой лишние эти самые... Пустые, 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 чувак Тебе дали после того, как ты ушел со службы, у тебя с нами мой пистолет вообще без патронов Ты купил только себе патронов, и дома тренировался ты в стрельбе Хорошо, я понял, спрашиваю, какое оружие у вас есть? Меня интересуют полуавтоматические пистолеты Нихера себе, ну я тебе скажу так Я не забыл, что вы подосверили Я подосверюсь в меню мой У меня только официальные оружия, как ты понимаешь Это пара полицейских пистолетов Они так просто называются... Не то, что насперлик у полицейских пистолетов Они так просто называются Ну, есть еще сигнальный пистолет Мне трудно так разговаривать Револьвер, пара револьверов Есть автомат... Нет, автомата Доксона у меня нет Уже другим голосом говорит Есть ружье Скудно, Ренч Денег ни у кого нет Сколько зарядного ружье? Два Так, хорошо, полицейский пистолет, можно посмотреть? Ну, один протягивает Револьвер Похожий на полицей Очень похоже У него написано Полицей И еще крылья кладет рядом автоматический пистолет Вебле энд Скот Это чистый ментовской пистолет Который используют по-цесски в этом городе Ага, и сколько в нем зарядов? Обойму 8 патронов Сколько стоит Вебле энд Скот? Вебле энд Скот стоит 10 баксов Вебле энд Скот, 70 баксов пистолет 38 год В принципе, да Когда можно было удобно сезать, так и залезать Да, да, да Ведь какие патроны у него подходят? Да 32 карилибут Ази Замечательно В мой тоже 32 карилибут Совпадение Не на уме Я убежал, правда Давайте его И 100 патронов И 100 патронов И ЕЕ Нужна У него магазин съемный это съемный магазин вот давайте еще два магазина это дело тебе центра стоит 30 30 центов то есть чтобы она будет 60 центов и плюс мы два магазина удавает будет полтора доллара и 15-11 много подсумков слушай давай до 15 баксов добьем патрика сколько я там заплатил 11 с половиной баксов я сажусь машину заряжаю дополнительный магазин распихиваю по подсумкам заряжают пистолет кладу за пазуху ну и типа оставшиеся патроны я оставляю 16 в левом маленьком подсумке такой россыпи а все остальные оставляю в машине пока ты остаешься возле этого магазина пока мы возвращаемся алекс подъехала ты кстати из своей машины видишь женщина на мотоцикле подъезжает а редкость женщина женщина была ну да она сняла ты видишь как с мотоцикла слазит некто снимает шлем алекс сразу понятно алекс редкость редкость что женщина детектив ну по крайней мере выглядит как мужчина в 38 и плюс еще к тому что она на мотоцикле это уже насторожило меня цепляет ее внешность что-то в моей крови забурлил ты подъехал к полицейскому участку с добытой лежа я я я нет я из такси выхожу тушу косяк мы крови тоже что-то забурлило и как раз к этому моменту подбегаешь ты к дверь я уже зашел внутрь я стою скромно я подбегаю к нему ты стоишь возле администрации ресепшена ну где главное это стоит да я игнорирую и просто захожу внутрь да я просто заходишь внутрь и подошел к ресепшену там стоит как раз такой хобо здравствуйте на ресепшене стоит стоит женщина ну на улюбление опять-таки женщина коп но тем не менее она стоит на ресепшене и а здравствуйте здравствуйте слушаю сеньора я пришел за итаном а кто? итан как фамилия? я не знаю я правда не знаю он из ночлежки его вчера обиставали я пришел его забрать вчера группа уже привезли хоба хоба да 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 но он не был бомжом а чем он был? он работник ночлежки его забрали вместе со всеми остальными неприятность пройдите пожалуйста вот так в зоне комфорта спасибо я ухожу сразу я ухожу сразу не дослушай ты подходишь да я выгляжу чуть лучше чем обычный бомж чуть чуть больше меня зовут александра у меня начинала встреча с Мартином ооо да да шеф сообщал пройдите тоже в зоне ожиданий ну а вы г Pokko я пойду за ней а вы кто мужчины? получше чем вы а я к шерифам у вас назначено? у меня всегда назначено мы с ним есть с днем такие шп!!! надо нам воевать больше приема амб fromğer он не ширеет не ширеет он не ширеет наставим вентальную связь он ж говорил что он не ширеет да я не горел он курит опиум он не ширеет он курит опиум он интелигент Вместе, нет? Да, что-то вроде того. Мы сами еще над этим думаем. Будем считать, что пока что да. Я смотрю на странную пару в этот момент. Мне стало интересно, что там происходит. Я, короче, в машине снимаю разгрузку. На всякий случай, чтобы не смущать ментов, кладу разгрузку в машине и выхожу и иду в ментовскую часть. Хорошо. Ты поднимаешься, по правой части ресепшена сидит. Хобор, интеллигентный мальчка. Рядом с ним сидит дамочка, которую ты заприменил. Рядом с ним сидит жирный. Странный. Я худой. Пульт путается. Человек путается в показаниях. Он такой, когда покурит. Понимаешь, что он худеется. Вот, в общем, по твоей части ресепшена. Я не атлетичный, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Жарко нынче на улице. Я в некрологии одном прочитал, в давнишнем, старом. Так. И узнал своего брата. Но почему-то у него была другая фамилия. Угу. Чего ты ехали трогал в морг? Может там есть какая-то про... А в метрологии фотографии разве публик? Да. А вы из газировых конечно? Да-да, раньше писали про смерть, да. Я хочу узнать, есть ли по его смерти какое-то дело. Или это кликанье? Что? Морг я пощупал позже, мне надо узнать, какие-то были открытые дела по его смерти. Смерть была наследственная. Следователям пройдите в зал ожидания. Ну, пошел. Ты садишься к этим троим товарищам, и вы все сидите, все ожидаетесь. Проходит некоторое время. Я закрою сигарету. Сигарету. Выходит такой тучный мужчина, тоже с усами, в пиджаке. Просто подходит к ресепшену. Сара! Там кто-нибудь ко мне приходил? Да-да-да. Мистер. Мистер отдал. Вон, девушка вас ждет. Он поворачивается к тебе, смотри. Алекс, я так полагаю. Да? Пройдемте, у меня для вас есть дело. Эти джендермен, они с вами? Нет. Я ее протажер. Вы знаете этого мужчину? Познакомилась сегодня утро, вообще. Пошь больше! Пошь больше! Нет. Нет. Давай, когда ты останешься здесь. Я хотел бы послушать. Мне кажется, там может быть интересно. Я просто подхожу. Я просто подхожу. Да ладно? Я просто подхожу. Я просто иду за ней. Она меня игнорирует, а как бы иду за ней. Вы подходите к двери. Он говорит, пойдемте в мой офис. Вы подходите к двери, на которой написано шериф и написано Мартин Ладонн. Он открывает дверь и пропускает тебя вперед. Ты запрошишь? Конечно. Ну и ты. В этот момент вы вдвоем сидя на... Я листаю свои записи. Сидя на... Я стараюсь не обратить внимание на него. Потому что я его вижу. Страшно? Вы слегка... Ваше сознание слегка помутнелось. То есть в глазах начало мутнееть. Это правда. Помутнеет прям сознание. Это не ваша, это правда. Это действительно... Она исходит на него. Секунду, у меня есть просто какие-то... Можно пока вы это передайте мне квас, пожалуйста? На ресепшене квас можно, пожалуйста? Синьора. Синьора, можно квасу? Экспресс. В этот момент вы чувствуете, что ваше зрение помутняется. И вы чувствуете тяжесть над собой. И в ваших глазах все плывет. Коридор, который перед вами... Ресепшен, он как бы там... Заплывает слегка. И вы видите перед собой... Ну, то ли видение, то ли что, вам не совсем ясно. Как бы картинка совершенно нечетная. Вы оба видите. Вы правда не знаете об этом, что вы видите оба. Но вы видите, что... Все вокруг тает, словно воск. Опускается ниже, ниже. И картинка вся переплывает в какую-то кашу. Такую разноцветную. Которая со временем всереет. Единственное, что выплывает... Что? Единственное, что перед вашим взором выплывает, это дверь шрифта. Которая открывается, и ваш взор как бы входит в эту дверь. И изнутри, из этой двери, вон у вас светит как бы свет. Который каким-то образом переползает, превращается в тьму. И в этот момент зрение ваше восстанавливается. И вы снова на тех же своих местах. Бомж хоба пролег к тебе на плечо. Я все начинаю сразу, вообще не обращая ни на 100 внимания, начинаю записывать свои видения. То, что я видел. Как мы типа входим в дверь шрифта, да? Ты увидел, что ты... И оттуда свет сочится. Да. Ну я, наверное, понимаю, что что-то важное сейчас там происходит. И мне нужно оттуда войти. Потом подхожу к двери, стучусь и открываю сразу же. Ты видишь, как за столом как раз сидит шрифт. Перед ним сидит Алекс. И известный мужчина стоит, ходит в стороне. На него, конечно, криво посматривает. И теперь он криво посмотрит на тебя, а? Что происходит сегодня? Вы-то кто? Алекс, вы вроде сказали, что это не с вами. Они из Сомалия в первый раз. Они не с нами. Я пытаюсь придумать, что же сказать. Я представляю себе. Офицер. Вот ставьте. А! Рому. Возможно, слышал я обо мне. Несколько десятков лет назад я... Фамилия ваша. Национальным героем. Фамилия Стил. Стил. Ромбо-Стил. Да, Стил. Получается, что так. У меня полы дома. Это Ромбо-Стил. А, подождите, прощайте. Кажется, я что-то такое пью от головы. А где вы служили? Он ходит, кладет руку на плечо. Все, зашли в этот самый. Хо-хо-хо-хо! Что это за пистолет? Что за херня? У него flashback, правда? У него flashback. А, ты меня спросил, где я служил? Да. 99% этой информации здесь секречено. Оставшийся один, просто. И? Оставшийся один, это первая мировая. Какой-то досомнительный мужчина, честно говоря. Можете посмотреть. Я не понимаю, что вы делаете в моем офисе? Я сюда позвал только этого. Морковь. У меня есть военное чутье, которое меня никогда не обманывало. И оно мне подсказало, что я должен здесь присутствовать при этом разговоре. Ну да, пусть, если бы дела не обставили так хреново, я бы вас всех выгнал, но у меня сейчас есть дела, которыми я не могу разобраться и мне нужны люди, которые этим займут. Я стою рядом с дверью вот так. Собственно, поэтому я вас с Алексей познал. Я вас слушаю. Ты кто? Я не понимаю. Продобрайте, продолжайте. Ты один наркоман такой сидит. Шрифт, соберись. Да что? Наркоман стоит. Это просто сигарета. Он волнуется. Он не стоит курить. Он не затяг. Хорошо, допустим, он с Ваней. А ты сидишь там на входной все еще. Я записал, посмотрел, как этот зашел на дверь. А он закрыл дверь? Захлопнул? Ну как? Захлопнул дверь за собой? Я, ну, прям... Че, может быть, поменял? Дворь двух 80-х продолжается. Венихма такая. О, мы сладкий, да? Ты снимаешь медленно с меня. Все испортил. Все испортил. О! Далеко ли от меня находится дверь? Ну, она слегка приоткрыта пускай. Дверь не очень далеко. В принципе, ты слышишь голоса тут изнутри. Я... Все эти переговоры. Я напрягся, да. Чтоб слышать луки. Слишком какая-то позитивная. Мальчик, мы вернемся к делу. Дождите. Не может радио выбрать нормально. Я ранее, смотрите. Ой, это мой любимый ранее. Я позвал вас изнутри. Мы пришли в мой дом. Мы сделали этот безуможенний. И закрыли дверь. Ногу стараться. В общем, я буду разговаривать с Аликс, потому что я, собственно, позвал тебя сюда. Да, Марти, давай продолжим. Мы уже нахты, это очень хорошо. В общем, у меня к тебе дело. Ну, судя по всему, уже к этим двум мужчина дальше. Что произошло? Мне нужны люди, которые расследовали меня одно очень важное дело. У нас в Кливленде с некоторых пор это дело не разглашается, но у нас уже лет как десять бесчинствует маньяк. Могу назвать его так, наверное, сейчас. Мы подряд десять лет находим расчлененные тела, высушенные расчлененные тела по всему Кливленду. И... Прошу проще, десять лет. Около того. Лучшее, что за десять лет вы придумали это позвать её? Кто ты? Вы сидели десять лет и решили, что будет хороший день позвать частного датафика спустя десять лет? Давайте мы услышим. Ты будешь напрямую выделить с кабинета, не мель. Я молчу. Простите. Продолжаем. Это жара. Жара. Есть фотографии? Жертвы проявлялись не каждый день. Что ж вы поняли? И то, слава богу, десять лет не каждый день. Я перед вами спрашиваю, в двадцать пятом году какие жертвы были? Есть список? У меня есть, он достает папку. Это не официальное расследование. Мои ребята проводили расследование, и всё, что они накопили, информацию есть здесь. Это типа папка. Я подхожу к папке. Там где ты Алекс? Я подхожу к Алексу. Там есть примерный список всех... Базок не ловим, всё. Там есть список всех жертв, которые были за все эти десять лет, и плюс есть фотографии тех, кому удалось опознать. Опознали бы всего троих. И... Все эти жертвы отличались тем, что они были расчленены и... Крайне хреново стать засушены. Они как бы были как мумии. И... Мы никак не можем выйти на след. Мы просто тупо не можем вести это расследование нормально, потому что... Мэр... Во-первых, он нанял на расследование этого дела своего человека, Элёта Несса. Который... Мы с ним не хотим взаимодействовать. Наш Клеблинский полицейский участок. Мы как бы демократы здесь. А... Несса, он республиканист. И поэтому мы с ними никаким образом не хотим иметь дело, и мы не хотим, чтобы они знали об этом расследовании. Поэтому я попрошу вас вести это... Втайне от себя. А кто этот самый Несс, ну кроме как республиканец? Он полицейский, но его призвали из штатов. Из... Из... Федерал? Скорее всего, да. У них есть какое-то свое особенное расследование. У них есть свои документы и как бы свои... Будут свой расчет. Но... У меня нет доступа, пускак их в библиотеке и их данных. Это все, что у нас есть. А? Где находится их офис? Их офис находится в Климленде. Где он тебе там сказал адрес офиса ПБР, допустим. У меня Несс свой человек бывает. Это замечательно. Может быть он вам поможет. Так вот, если вы этим займетесь, я готов буду вам оплатить ваши расходы. Плюс 25 долларов в день. На всех, само собой. Нам понадобится несколько зелень. Зелень восстановления. Да, да, да. У меня нет. Я слушаю. Ну, я согласна. Куда ты так и останешься бружом? Да. Обещаю, что... Никто не узнает об этом. Кроме моего друга есть свой пролив. У меня очевидно. Его очевидно. В общем, я рассчитываю на вас троих. Если этот человек с вами вообще не понимает, кто это, то почему ты с тобой. Я просто не дренирую. Все они так делают до полного времени. Так же я вам, Алекс, даю жетон. Он дает протягиватель жетона полицейского. Я думаю, он откроет вам некоторые пути к расследованию. А мне это даже... Кто ты? Мне тоже нужен жетон. У вас будет один на всех. Я думаю, вам хватит. Я не могу больше дать. Потому что это мой жетон. Там написано шериф. Хорошо. Но не светитесь. Курчити, если вы будете сильно светиться, если будете сильно шуметь по городу, если на это набредут федералы, то не поздравиться всем нам. Я тебя поняла. Я думаю, наше расследование... Максимум что могу подсказать. Наше расследование довело нас на забегаловку у Лестера. Эти все три жертвы посещали ее во время от времени. Поэтому я думаю, вам стоит начать этот обер. Угу. А были какие-то характерные черты у мумификации? Дело в том, что... Все жертвы были искусственно мумифицированы. Как бы это понятно. Они сами по себе заморозились. Есть разные способы. Спирт, соль. Я не знаю. У нас нет лаборатории в нашем участке такой, чтобы достаточно квалифицированной, чтобы можно было это расследовать. Медэксперт. Медэксперты есть в Штатах. Но опять-таки, это надо взаимодействовать в этих Штатах. В столице. Но чтобы с ними взаимодействовать, нужно с ФБР общаться. А мы не можем общаться с ФБР. Десять лет? Так себе, дружок. Депрессия великая на улице. Каждый борется как может. Наш участок пытается решить исследование самостоятельно. У нас ничего не получается, поэтому я решил нанять вас. И вот буквально два дня назад, или сколько там дней назад, возобновились преступления. Поэтому я собственно и решил... Они как бы периодичные. Мы ведём расследование, но убийства происходят раз в год, поэтому у нас не так достаточно улик. И все жертвы в одинаковом состоянии. У нас ничего не получается. Ну тупые, чё ты хочешь? А можно ещё раз, пожалуйста, вызвать забегаловку? У Лестера. У Лестера. У Лестера. Да. У меня телефон. Ты мне сюда звонил. Ну и ты мне звонил. Пожалуйста. Позвоните через моего, да. Да. А свяжемся с Валюткой до вашего адвоката? Взвеной секретарь. Так. А это вся информация, да, когда-то есть? Пока да, всё, чем я располагаю, всё я вам предоставил. А кто непосредственно из ваших людей занимался этим? Я поручал это дело нескольким своим следователям. Все дегенераты, я их всех уволил. Самого последнего звали Генри. Генри О'Кин. Но он вроде как собирался съехать в город после расследования этого. Потому что он говорил, что он встретился и с мафией, и с какими-то группировками, и это для него классно тяжело. А, можно мне? Интересно. Ну ладно, завершите диалог, и я потом тогда спросу. А название группировки? Не знаешь? Нет. Он уехал в панике и не сообщит мне никаких названий. О, всё равно. Да? Ну всё, ещё далеко отсюда разгадки. Хорошо. Ну, я забираю папку с собой. Кладу в свой портфельчик. Угу. И ухожу. LCD? Почти. Всё? Диалог закончили? Да. Я просто задам вопрос. Так как я бомж, я тусю уже по улицам уже полгода в этом городе. Слышал ли я что-то от своих, ну вообще, ходила ли молва про вот недавнее убийство? Да, ты слышал пару слухов, но это буквально произошло не так давно. Ну два дня назад. Я именно про последние, да. А какие там даты были? Скажите, друзья. Говорите, друзья. Ты ж шериф, ты должен знать. 22 сентября 1930. Нахуя. Пятого? Нет. Который самый недавний. 35-ый это явно не очень давно. Я ещё не был в городе. Самый крайний, какой? Зря ты зря. Поручил этот рассвет. 8 апреля 1938 года. 8 апрель. Не два дня назад. 6 июля 37-го. Ого, 6 июля. До этого. Это год назад. 8 апреля. Это апрель, май, июнь, июль, август. Ну, грубо говоря, я уже был в городе. Ходил ли слухи за это время? Ну ты слышал, ты слышал, ты слышал. Джейн и Джон. Джейн и Джон. Ты слышал от своих друзей-бомжей? Ну да. Что были какие-то происшествия? Ты не читал единственные в газетах? Может какие-то выписки, выписки? Что происходили такие вот слухи? Что находили жертвы, да? И было убийство. Ничего больше я не слышал. Да. То есть, грубо говоря, я по большому счету услышал какую-то часть того, что я уже и так знаю. То, что я слышал до этого. Да. Что есть какой-то маньяк, есть какая-то расчлененка. И было недавно убийство. Какого числа? 6... А, 8 апреля 1908. Потому что уважаемый шериф сказал два дня назад. Ну и уважаемый шериф ошибся, он был пьяненький с утра, простите. Херовый шериф, я хочу сказать. Два дня назад. Согласен. Я же отрезвый что-то. Сухой закон отменили. Уже 5 лет тоже бугарь месяц. Поэтому убийство 10 лет продолжается. Да? То есть как только отменили сухой закон, сразу же начались убийства. Мне кажется, это как-то сразу. Ну, документы у Александри. Я не могу посмотреть. Мы выходим оттуда или там? Ну, я не знаю. Я вышла. Я выхожу. Я выхожу. Не подаю виду, что я слышал, слышал, читаю. Хоба. А, тут уже все отмечено. Все тупы. Говорю. Эй, профессор. Да что тебе? И что вы думаете по этому поводу? У меня просто бдительности 12 по этому. Ну и как он мог заметить за то? А я тебе... Ну, потому что, во-первых, у меня 12 длительностей, во-вторых... Ну и что? Будучи просвещенным человеком, не без образования, и в том числе связанным с антропологией и искусством, я узнал вас. Пам-пам. Я немного знаком с вашими изысканиями. Я жду Итана. Я жду Итана. Итана? Да. Это мой друг. Я должен его забрать. Ну, тут как раз в тот момент приходят два копа, ведут с этого Итана с бородой такой бомж в шапочке. Это бомж на члешке работает. А ты запомнишь? Да что ж такое? Он с вами все... Мастер. Он спьет петли. Он не пьет. Он нормальный работает на члешке. Итан не пьет. Хорошо, ладно. Провели этого бомжа и его вели дальше. Он выходит из золба от Итана. Он не бомж. Он прошел бомж и бомж. Простите. Простите. Блин. Этот бомж тоже не бомж. Выходит у Итана. Такой под жарой. Чёрный. Да, ради бога, я не профи. Мужчина в рубашке. В вечерой рубашке. Я ухожу от него сразу. Он смотрит на тебя и говорит, О, Виктор! Виктор! Да? Все в порядке? Да, все хорошо. Мы можем идти. О, славно, наконец-то. А то я, честно говоря, уже проголодался. Хватай вам под руку идти и можем быстрее. Мы вместе под руку пошли. Ну, хорошо, мы вышли из помещения. И он отправляется, собственно, видимо, к себе домой. Свои кварталы, гетто. Ну, я там, грубо говоря, ухожу за угол куда-то. А ты живешь где? Возле реки? Как и все. Где попадет? Ну, у тебя коробка трассит. Ну, в основном возле реки. Но когда удаешься, то я прихожу к Итану в его смену. Переночевать у него. Либо какая-то сердобольная дама. Кормит меня хотя бы. Ой, здесь даже есть схема. И дает для секса. И дает для секса. Да. Я жду. Вы выходите с полицейского участка. Я вам покажу Саря. А, да. Та-дам. Могу ли я узнать, где живет Генри О'Килл? Генри О'Килл? Да. Он недавно был уходить сюда совершенно. А, да-да-да. Я его дело подписывала. Он собирался переезжать в колорадо. Ура! Туда жука. Но мне все равно нужен адрес. Я хочу проверить. Может быть он собирался, но все-таки не переехал. Улица Фадеева. 52. Фадеева как? 15. У нас вниматика не очень. 15. 15. Чтобы мы понимали. Просто 15. Я выхожу. Последнее действие хотел сказать, что я попрощался с этим и жду, когда товарищи выйдут. На улице стоишь, да? Ну, за углом, грубо говоря, то есть я ушел, чтобы они не вышли, и я там стою. Я подхожу к Александре. Я все так же молча иду за ней. Красавки! И спрашиваю ее адрес, потому что у меня здесь кое-какие дела, я готов помочь ей в этом деле. Я умудренный опытом вояка, поэтому... Поднял его. Двадцать пять. Дробь. Три. А. А. Попытался заходить. Подожди, блин, а зачем ты подошел ко мне? Я спросил у тебя твой адрес. А зачем? Потому что Швильд поручил нам всем это задание. Я готов вам помочь. Ну, а адрес Матричевки? Чтобы, если что, потом связаться, потому что у меня нет твоего личного телефона. И у меня нет телефона, в котором я могу посмотреть твой местоположение по карте. У меня есть справочник. И? У меня есть идея, из чего на начале. Да, я планирую прозвонить своему другу. А я поехал по кому? Нет. Нет. А. Можно я даю документы полно? Он был лобиланат. Давайте мне поручили это дело и... Я просто взгляну и верну. Я стою на улице. Пойдемте, сядь в мою машину. Сашка из машины. Смотри, как странно. Ты видишь, эта картина. Даже в те времена машина прокатывала. Машина. Первый не бомж за сегодня. Я сядь к нему в машину. А вот ты видишь, эту картину, как они сюда разговаривали, разговаривали. Терак сели в машину. Вдвоёк, втроёк сели? Я... Не, мы рядом стоим. Ты с профессорами? Да, я с профессором рядом стою. Как я стою? Я за углом от этого. Вы вышли просто из полицейского участка. У меня бдительность 12. Да, фольк 78. Глупо просто. Надо тратить очки. Хорош. Хитро. Ладно, тогда... Просто стоишь на улице. Ты ждёшь, пока эти снимаются. По сути, два года назад последняя. Вы стоите в машине последняя. Было 8 апреля, 38-го. Сейчас 38-го. Последняя, в конце, в конце. Понял, понял. Но они не так давно начались. Но я переписываю, короче, к себе... В общем, вы сидите в машине. Обсудили всё это дело. Ты посмотрел документы. А там карта жилась ещё? Да. Тебе и не дали. Я... В общем... Ну, я коплю свой адрес. А это что-то... Да вы... Я не понимаю вас. Утравейся за углом. А, извините. Да. Заколебали меня. Показалось. Я еду спокойно сухарики. Эдрес за углом. Не извиняйся, мы его не видим. В общем, я сообщаю адрес, говорю... Ждите меня... Около моего дома. Там, напротив, есть кафетерий. Можете подождать меня там. Я пока схожу к своему другу Юпке. Это... Пополога она. И направляюсь... Одеваю чулки и иду в другу. Ты выходишь из машины, садишься в мотоцикл? Да. Садишься в мотоцикл? Ты поехал. Я сажусь в машину к... Стиву. Ха-ха-ха. Я серьёзным видео приходит. Одеваю... Разгрузку, говорю, что надо. Ха-ха-ха. Ты голодный? Нет. У меня ну что-то на поесть пробило. Ха-ха-ха. Ну, в общем, вы сидите в машине, да, а вы... Чё, куда едете? Не едете? Разговаривать не надо. А, я говорю, что я еду в морг. Если он хочет, он может поесть. Странные у тебя аппетиты, но... Можно начать с морга. А кто ты? Я? Вы помож мне? Ага. То есть у меня теперь ещё плюс один поможник. Было два, стало три. Если ты духу брёшь, ты можешь играть за Дениса. За Дениса. Я играю за Дениса. Я играю за Дениса. Я играю за Дениса. Причём не за Сайма, а за Дениса. Я поняла. Сейчас я такой достойный пистолет. Всё, играю за Дениса. Ну хорошо, вы стартуете и едете в морг, да? Подожди, у тебя... Берёт, надевает мою рубашку, сигарет. У тебя оружие есть? Нет. А деньги? Из запрещённого у меня нет оружия. А деньги есть? Есть. Сколько? Ты меня грабишь? Нет. Это самое интеллигентное ограбление, которое я видел. Есть ли у меня деньги? Есть ли у меня оружие? У тебя есть оружие? Нет. У меня есть оружие, у тебя есть деньги. Теперь деньги мои, да? Нет, я спрашиваю, сколько у тебя денег, потому что походу в этом деле нам понадобится оружие. Я думаю, хватит. Я теперь развиваю твои волосы. Давай сюда... И мою высину. Давай сюда одиннадцать с половиной баксов. Такая музыка. Чем ты говоришь занимаешься? Я военный. Я начинаю ехать, короче, в сторону... И это в то время, когда... Оружейного магазина. Я еду в сторону оружейного магазина. Окей. Ну я еду с ним очень. Я пока еду, говорю, давай одиннадцать баксов. Ладно, держи. Беру одиннадцать баксов, закрываю машину, выхожу, покупаю точно такой же набор пистолет автоматический, патрики и несколько магазинов, возвращаюсь в машину, отдаю им. Классно. А в морг обязательно с этим? Лучше с этим, чем без этого. Предупрежден, значит вооружен. Вооружен, значит предупрежден. Я ем морг. Это что, и вы ем морг? Не опуши, минус одиннадцать с половиной. Мы только все не уехали, и что делаешь? У меня не было фильмов. То есть я плюс-минус примерно знаю город. Уже за полгода. Ну да, за полгода знаешь. Темнокожий? Был последней жертвой? Была. Знаю ли я, была ли она темнокожий или нет? Ты помнишь? Ну слышал ли я? Интересует ли цвет кожи после высыхания или долго? Я и тебе задаю вопрос. В газетах про последнюю жертву было написано не так много, просто... Ну да, да. Я поэтому и спрашиваю, что я знаю на текущий момент, помимо того, что я подслушал. То, что я подслушал, я все записал. Ну, последняя жертва... Линт Эл Телилор. Не, она была белой. Белой. Жертва была белой. И ничего больше не знаю о статусе его, то есть ни о чем? Нет. То есть в газетах просто общая информация, что... Да, они не знают кто, имя не знают. Расчленен... Расчленен... Расчленен, значит вооружен. Нравящейся истории, извиняюсь, нет. Так, можно мне одну секундочку? У меня есть... Те... Те... Загугли... Загугли я, кто убийца. Не-не, у меня просто есть суперспособности от Хоба. Супер бомжатский... У меня бдительность и уличность. Что значит бдительность и уличное чутье, чтобы распознать условные знаки Хоба? Да. Это про незнакомый город. Вот. У меня есть еще... То есть я могу прибегать с помощью уличного чутья к связям среди других Хоба. Да. Вот. Я хочу пойти, ну грубо говоря, к своей коробке. К свою банду. Так. Вот. Порасспрашивать там народ, слышал ли что-то еще более подробное или не видели ли они какого-то белого федерала. Хорошо. Ну я туда в палаточный городок иду, который Эллиот Несс. Ну я не называю, как его зовут. Просто спрашиваю, не видели ли они федерала. Хорошо. Ты отправился к своим Несс. Ну не к своим, а вот эти палаточные городки, где все бомжи живут. Ну давай. На это некоторое время я планирую. Да-да-да. Я поэтому... Алекс. Доезжаешь на своем мотоцикле быстрее всех самому собой до... Коронира, так его называют? Угу. Снимаю шлем. Техника безопасности. Угу. Перед тобой здание. Четыре этажа. Вход написано местный... Коронир. Не знаю, как это называлось в те времена. Патологоанатом, короче. Да, я направляюсь прямо внутрь. Ты мне расскажи, это твой друг все-таки. Он как? Как его зовут? Юки. Юки. Это японец. Я помню, да. Японский средневековый. Юки. 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 Вот. Ты заходишь внутрь. Тебя многоествуют уже на ресепшене девушки-секретаршка, кто тебя уже знает, когда ты часто заходишь сюда. По телевизору идёт Анина. По телевизору идёт Анина. По телевизору идёт Анина. Да. Она говорит, Юки свободен, он у себя в кабинете. Отлично. Привет, Роза. Привет, Маш. Ты заходишь к нему в кабинет, у него он всегда сидит за столом, если перебирать свои документы какие-то. Ооо. А как японский акцент звучит? Подоживаю, Килец. Мы с тобой сто лет знакомы, я знаю, как тебя зовут. Ах. Томо. Томо. Ушел в себя. Томо. Привет, Алекс. Ты пожалел? Что за стереотипы сегодня, если мы просто играли в стереотипы? Играть за мной в год. Тогда были стереотипы на стереотипах. Тем более он ещё не понял 38 годов. Это было начало стереотипов всех. Я к тебе пришла по очень важному делу. Оно секретное. Так как мы давно с тобой уже знакомы, дружим. Ты дружил с моим мужем. Я думаю, он останется... Хороший быть мужик. Останется между нами. Ты случайно ничего не знаешь? Я достаю бумаги из... Но не все. Фотографии, список. Все достаю. А что ты можешь сказать потихоньку? Он рассматривает эти документы, смотрит на них и говорит... Это я слышал что-то такое было. Но мне к сожалению не доводилось вскрывать эти тела. Я слышал от своих друзей, врачей, патологоанатомов, что эти тела были крайне странно химически обработанные скорее всего. Это единственное, что я слышал. А так они были расчленены. Хорошо. А что за химические вещества? Я не могу этого знать. А где-нибудь можно посмотреть? Я так могу предположить, что они были для бальзамирования. Что-то вроде этого. Хорошо. А где можно взять это средство? У меня? Да. Есть пара. В морге есть. И у вас прям открыт доступ? Нет, ни в коем случае. Мы конечно все по учету ведем. У нас все вещества по спискам по учетам. Можно посмотреть? По закупкам. Начальники, скажи мне. Я расследую это дело. А причем здесь мои склянки с веществом бальзамическим? В коем случае я тебя не подозреваю. Приняли у меня же никакого отношения к этому делу. Я даже не одного. Он мне идет сумма. Я из Пикачу. 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 Так зачем тебе? Объясни мне. Может быть я подскажу тебе? Хочу свериться. Возможно, у нас не пропало. Я недавно проводил сегодня утром учет. У нас ничего не пропало. У нас все на месте приезжало. Если кто-то и бальзамировал людей, или остатки людей, то скорее всего это было по каким-то другим каналам. Как бы у нас закупчик... Ну ты не знаешь источник. Моя не могу. Можешь мне подсказать закупчик? А? Вашего закупщика. Закупщика нашего? Красавка. Гляньте, кто поставец? Поставщика. Кто из вас сыщик, как бы? Мы все берем на складах на порту. Мы там покупаем все у местных дилеров. Как их так назвать? Хорошо. Им порты привозят все большими трудовыми судами. И после этого мы забираем наши заказы. Хорошо, друг мой. Если будут какие-то... Ну, ты мог бы запомнить, так сказать, это дело? Если что, услышишь и узнаешь. Хай, мой друг. Телефон мой знаешь? Все отлично. Пока, котишка. Сайон Нара. Сайон Нара. Я выхожу и направляюсь к себе. Сажусь опять на мотоцикл. Хорошо. Как раз в этот момент вы ехали куда? Морг. Ну да, недалеко от, собственно, Сумбент Экскерта. Вы подъезжаете, видите, мимо вас проезжает с таком мотоцикл. Укатывает куда-то в свои степи. Вы подъезжаете к моргу, стоит невысокое здание, буквально два этажа. Этаж скорее для красоты, потому что, видимо, ремонт делают, потому что там окна занавешены и кирпичом забиты некоторые. Первый этаж, двери открыты, куда какой-то мужичок увозит к нам вот они вот коляски, на которых тела катают, видимо, чтобы помыть или что-то или чего-то. Я начинаю заряжать пистолет. Труп Сталин, да? Окей. Я жду пока он заряжается. Я наблюдаю за его неловкими действиями. Я не очень не умел заряжаться. У меня в воспоминаниях моя, типа, флэшбэки, как я обучался, в 17 лет попал на войну. А где флэшбэки? Ну, ты зарядил? Я зарядил. Ты все три обоим зарядил? А, нет, все три магазина, извините. Ну ладно, зарядил. Хорошо. Распихиваю карманом. Хорошо, мы выходим и закрываем машину. Окей. Припаркувал его. Хорошо. У меня, наверное, одна машина на весь город. Ну, я захожу внутрь. Ты заходишь внутрь, видишь коридор, видите перед собой коридор, выложенный плиткой. Пахнет... Ну, здесь не пахнет трупами. Здесь стараются обрабатывать помещение все-таки какими-то химическими препаратами, чтобы не было этого запаха гнити. Ну, тем не менее, пахнет именно химией и все-таки запах... Специфичный. Трупнятины все-таки, да, специфичный такой доносится изредка. И перед вами пару кабинетов открыты, и некоторые двери закрыты явно на замок, потому что туда, видимо, нельзя по сторонним людям заходить. Рецепшена нет? Нет ресепшена здесь, к сожалению, нет. Я подхожу, смотрю, что написано на дверях. На дверях написано морг Клибленда. Добро пожаловать. Я чувствую, в дверь, в которой написано «Добро пожаловать». Хорошо. Она тебя никто не открывает, но мужичок, который выносил коляску, он в этот момент возвращается, он, видимо, отвез себя куда-то было. А, джентльмены, что вам надо? Добрый день. Здравствуйте. По просьбе шерифа, мы приехали взглянуть на тела и узнать то, что вы о них знаете. Какие тела? Я достаю блокнотик, в который переписал данные о телах, показываю ему список имена, фамилии, даты тела. А, эти тела, так их увезли, их увезли ФБРовцы. Ага, можно записи какие-то, что о них вы можете сказать? А у тебя есть подтверждение того, что ты от шерифа? А что в шериф то лезет, дело ФБР? Это секретное расследование. Знаете что, я не могу вас впустить никуда и ничего вам дать. Секретное расследование. Так, я использую запугивание. Запугивание, давай. А, то есть, можно сейчас я банан на этот Билан, который рапан? Как бы, как здесь работает? Все, я не понимаю! Если у вас есть профессиональный навык какой-то, если даже единичка есть, я уже говорил вам это, но еще раз говорю, если даже единичка есть на этом профессиональном навыке, вы можете использовать его по умолчанию. То есть, если у Рома хотел его запугать, если это какой-нибудь просто рабочий, у него есть навык профессионального запугивания, он говорит, я использую запугивание, потому что у меня есть профессиональный навык. И тогда он просто ничего не тратит, запугивает. Но если он хочет запугать его и прямо вот напугать конкретно, он тогда тратит на это баллы. Еще один навык. Нет, он тратит именно баллы за запугивание. А если это не профессиональный навык, и он требует проверки навык какого-нибудь, то вы кидаете кубик и перед тем, как кинуть кубик, говорите, я, допустим, если хотите потратить какие-то баллы из ваших запасов баллов, вы говорите, я трачу два балла к кубику. Выкидайте кубик, добавляйте 2 балла, сколько там добавили, и это уже сумма смотрится. Это, грубо говоря, вот так как у меня уличное чутье, в принципе, базовый как бы навык, я не использовал дополнительные очки, я просто его использовал, потому что я могу. Если я, например, хотел более подробно узнать, то я должен использовать еще очко, да, какое-то, если меня вдруг не устроит та информация, если я узнал. Есть пассивный эффект и активный. Я ставлю руку на пистолет, но в этот момент я вспоминаю из школьного курса права человека, то, что я достаточно неплох в бюрократии. А какие у тебя там жизненные устой? В бюрократии? Нет, нет. Защита слабых. Душевный опор, защита слабых. А, ну я еще, типа, хотел, ну, типа, расследование своего брата. Короче, бюрократия. А ты понимаешь, что это бюрократия, хорошо? Я, короче, вспоминаю школьного курса и начинаю диктовать свои права, типа, что я могу туда попасть. Ты владеешь, да, у тебя профессиональный налог? Бюрократия профессиональный налог. Он выслушал все твои доводы. А я что-нибудь кидаю, нет, или просто? Нет, вы что-нибудь кидаешь. Если ты профессиональный, то ничего не кидаешь. Он такой, ну, я же не могу вас просто так взять и туда опустить, ну, ну, ладно, если... Я просто не могу спорить с такими убедителями, ну, ну, хорошо, ну, если профессор увидит вас там, я не знаю, что... Нет, по крайней мере, это будет. А куда увозят трупы в КБР? Я не знаю. Я не знаю. Есть же какой-то доставки, очевидно? Можно есть. Я не знаю. Я не знаю, документы учу. Я просто из свободы подсобный, но рабочу. Что, вы нас пустите к телам или дадите доступ к информации? Меня же посадят. Я могу вас провести только внутрь, допустим, какие-нибудь архивы, чтобы вы почитали. Ага, хорошо. Проведите нас в то место, в которое не попадет директор и принесите просто папку из архива, в которой есть эта информация, чтобы нас никто не увидел. Так и вам, и нам будет хорошо. Ну, это же нарушение. Так он на меня уволит. Я. Я не говорю, это можно. Следствие ад благодарит вас за содействие. Боюсь, это будет обман, потому что это судя обман, что это незаконные действия. Ладно, я пытаюсь его успокоить. Но он не паникует особо. У меня успокоит, что его никто не... Он паникует, он такой... Это оружие закона. Это, 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 нет, меня не успокаивает. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Джеки. Джеки, сколько здесь лет вы работаете? О, я работаю здесь уже 15 лет. 15 лет. И я думаю, вы не хуже, чем я, наслышанное, что происходит последние 10 лет. Да, 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 я знаю. Да я видел, а дедруха, честно говоря. И это следствие, которое сейчас везем мы, возможно, это последний шанс добиться каких-то... Возможно, вы мне предоставили доказательств того, что вы следователи от шерифа. Шериф дал значок, но другому нашему напарнику. И его сейчас рядом нет. Ну так идите, дадите вашего напарника возвращаться со значком. Джеки, Джеки, боюсь, что это сейчас не важно. Интерес и следствие... Я боюсь, что это невозможно. Я могу, знаете что, я могу вам вынести пару документов по поводу последних выступлений тел, но это все, что я могу. Хорошо. Джеки, вы были бы нашим героем. Вы бы спасли много жизней. Он заходит внутрь, вы стоите минут 5-7, наверное, потом все это время он выходит. Достает пачку документов, большую такую стопку дает вам. Вы листаете, находите там какие-то описания. Там очень много трупов, потому что, во-первых, за эти годы много людей полегло. Ну и плюс депрессия, голод, голод. Мы находим. Вы находите последнюю информацию по поводу этих двух тел. Поступило... Какого там числа? Ох, ох. Два тела. За... Ну, 37-й год и 38-й год. А, то есть вот эти два. Да, эти два тела. Первое тело Джейн Доу. Это 37-й? За 37-й год. Поступило 7-го... Нет, врук. 6-го июля 37-го года. Было найдено в реке... В районе реки Каяхога. По третьему восточному железнодорожному месту. Да, да, да. Менпись на Каяхога. Под железнодорожным мостом через Эй. Расчленена. Обезглавлена. Толстность рассечена. Конечность рассечены. В суставах сердца и голова отсутствуют. Разрезы хаотичны. На ноге синяя татуировка в виде креста. Завернута была в газету от 6-го... От 30... От 6-го месяца 37-го года. От июня 37-го года. На тот момент была мертва примерно 2-3 дня. Это первая жертва. Вторая жертва тоже Джейн Доу. Здесь она отмечена как Джейн Доу. Почему-то так. Так, 38-й. Очевидно 7. Джейн Доу... Нет, какие-то... Да, не важно. Наверное, не важно. 38-й год, да. 4-й августа 38-го года. Нет, вру. 8-ое. Апреля. Апреля 1938-го. А в рейсе так было написано, что это женщина? Джейн, я завожу тебя. То есть... Я же поэтому... Усуновался... В рейсе тоже была на юзде реки Кайя-Хога. Тоже рассеченена, обезглавлено, торс рассечен, руки, голова и нижняя часть правой ноги отсутствуют. Разрезы необычно хаотичны. В крови жертвы обнаружены наркотики. Мерта была на документе 3-5 дней. Нет, сердце и головы. Второе не написано, что нет сердца и головы? Нет. Так. Нет. Подожди. Нет, подожди, было написано. Рассечен... Рассеченена, обезглавлено, торс рассечен, конечность рассечены в суставах, сердце и голова отсутствуют. Хорошо. А что написано по поводу того, что они там иммунифицированы, да? Тела были засушены. По крайней мере, выглядели сушеными. А не установили способ? Нет, нет. По крайней мере, в этом очевидении никакой информации нет. Я обращаюсь к этому дядьке, спрашиваю, каким способом были иммунифицированы тела? Я просто подсобный рабочий, друг, я не знаю. Кто на это может ответить? Может быть, профессор? Но он сейчас отсутствует. А где он? Он уехал за город, я не знаю, когда он вернется. Возможно, сегодня, возможно, завтра. Ага. Так, и еще одно, я... Проницательность что делает? Проницательность, это понятие, вряд ли человек или нет. Угу, тоже. Еще я достаю газетку, которая в некрологии показана лицом моего брата, фамилия почему-то, а заканчиваю, у него фамилия почему-то Адра, а имя моего братика. Прошу, мне нужна информация по смерти вот этого человека, это мой брат. Он смотрит газеты такой, такой, да-да-да, я помню это дело, друг. Помню, помню, он поступал к нам буквально, ну, наверное, дней 20 назад. И, я так понимаю, он умер от многочисленных ножевых ранений. Да, подожди, Белар Банан, стой. Да, Белар Банан. Ты сломал сейчас своих игроков. Стой, подожди. Подожди, что я, что храм Духи и Двард. В 25-м году у моего мужа убили. Это сюжетный твист, думала, что его убили. У него были распятия на руках. Ты думала, что его убили, ты потеряла сознание, а потом почнулась, и там не было никаких улик. Ты что, не помнишь, ты сама нам рассказывала? С Иисусом так же. Он так, да. Его распяли, а потом через 7 дней оказалось, что он не такой, что и мертвый. На, глазки. Может, твой муж был Иисусом? А может быть, культистом? На самом деле, ты Алекс Христос. А может быть, это он маньяк? Тимуля, а как бы этот дрыщ увидел бы, если 20 лет, 10 лет назад фотографию? Ладно, саккняли. И что там написано по его? Ты находишь его личное дело. Действительно, фотография, ты лично нашу фотографию проложил, потому что тело было в этом морге. Брат твой. Ты узнал его по родине. Право, капец. И написано, что он убит было множественными... Во-первых, у него было нанесено множество побоев. Затем было нанесено множество вранения в живот, колющими предметами. Но погиб он не от этого. Погиб он... Свою, братик. Выносил. Погиб он от множественных укусов. На его теле. Людоед. Бомжи-людоеды. Надо мстить! Мстить! Только не надо мстить, как палагин. Где живут эти бомжи? Узнав эту информацию, он говорит... Ну, я должен отклониться, у меня много дел, поэтому он забирал документы. А где мы можем найти профессора? Профессор будет до сегодня, либо завтра. Я не могу точно вам это сказать. Где тело брата могу увидеть? Тело вашего брата увезли в столичный морг. Потому что у нас не было... А кто его обрабатывал? Обрабатывал? Ну... Профессор его осматривал. Профессор налочил. Профессор. Хорошо. В принципе, пока что мы, думаю, узнали все, что можем. Думаю, что так. Но есть смысл вернуться до завтра. Поехали вы. Вы садитесь в машину, уезжаете, отъезжаете от морга, и на этом месте мы остановимся! По крайней мере, на сегодня, потому что мы кубикера писали. Наши миссии на сегодня завершено, мы узнали так много, Паша вообще ни в чем не участвовал. Да, я такой, блядь, я только хотел что-то сделать. Ты не трючится, просто просидел, как бы не понимая, что вообще происходит вокруг. За углом до сих пор стоит. На самом деле, куда ты пошла? Да еще и закончили. Да попрощаться. Ладно, спасибо, друзья, что были с нами сегодня. Наши миссии на сегодня завершено, но она продолжится в следующий раз. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы, если вам нравится это видео. Мы вот таким образом будем знать, что вам нравится эта серия. Рассказывайте друзьям про видео. Наши видео обязательно рассказывайте, делайте репосты. Подписывайтесь, я еще раз повторю. Голосуйте в нашей группе ВКонтакте, голосуйте за то, кто лучше сыщик. И увидимся с вами в следующих частях Ктуху или, возможно, Дэн Драгонс. Посмотрим, как дела пойдут. Всем счастливенько! Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!